Санкт-Петербург Увидели, ну, также рядом с президентом, главком ВМФ Николай Евменов и министр обороны Сергей Шойгу. Рукопожатие. Владимир Путин находится на Адмиралтейской набережной. Это сегодня один из главных центров притяжения. Ну, мы видим, что зрители не расходятся. Ну, даже самые маленькие зрители все еще на трибунах. Здравствуйте. Военные выстроились на трибунах. Есть возможность у президента поговорить с ребятами, которые также наблюдали это прекрасное, грандиозное шоу. Ну, и как раз сейчас президент общается с семьями, которые приехали в Санкт-Петербург по приглашению президента из Иркутского Тулуна, который больше всего пострадал от наводнения, от паводка. Ну, наверняка у всех были совершенно прекрасные эмоции, которые запомнятся очень-очень надолго. Большой праздник. Продолжается общение президента. Но мы видим, что не расходятся люди с трибун. Много иностранных гостей, офицеров. Все они приветствуют президента. На воде, в воздухе и на земле сегодня проходил главный военно-морской парад. Парад, к которому город готовился и, конечно, очень ждал этого праздника. Ну, еще раз напомню, что рядом с президентом-главком ВМФ Николай Евменов, кстати говоря, он занял этот пост сравнительно недавно, в начале мая этого года. Ну, и министр обороны Сергей Шойгу. Великолепные кадры и прямой трансляции. Давайте насладимся ими. Еще это колоннада, с которой открывается вид на Неву. Петербург с высоты птичьего полета. Итак, продолжаем наш эфир. Ну, конечно, вековые дворцы. Великолепные мосты Петербурга, которые, кстати, развели днем, что редкие случаи. Все это произвело невероятные впечатления. Грандиозное зрелище мы все с вами наблюдали. Ну, и прямо сейчас перенесемся на стрелку Васильевского острова. Там зрители тоже не расходятся. Очень много впечатлений. Все наблюдали за парадом. Прямо сейчас готовы выйти в эфир наш корреспондент. Наталья Юрьева. Наталья, здравствуйте. Я уверена, эмоций очень много. С кем удалось пообщаться? Как впечатления? Еще раз здравствуйте. С праздником впечатления потрясающие. Вы знаете, мы все детство здесь в Петербурге с моим папой. Он служил на Балтийском флоте. На день военно-морского флота всегда ходили смотреть на корабли, которые приходили сюда в честь праздника. Это всегда были очень яркие эмоции. Но вот что было сегодня, тогда было просто даже не вообразить. И сложно сейчас представить, каким запомнится этот день детям. Их сегодня очень много. Вот мы видим, пришли даже с самыми маленькими. Здравствуйте, с праздником. Скажите, пожалуйста, сколько ребенку? Чуть больше месяца. Почему решили вместе с ним прийти на парад? Его не оставить дома. Давай, пусть приливаем любовь к флоту нашему. Какие у вас эмоции и впечатления? Очень хорошие, положительные. Парад был великолепен. Понравились корабли, авиация. Спасибо большое, с праздником. Здравствуйте, а вы откуда приехали? Мы из Испании приехали. Мы из Испании приехали. Тебе понравился парад? Да. А что тебе особенно понравилось? Корабли или авиация? Все. Все? А кем ты мечтаешь стать? Матросом. Матросом. Матросом? Молодец. Поздравляем с праздником. Привет. А расскажи, пожалуйста, что понравилось тебе? В этом параде мне понравилось все, потому что было все очень хорошо, спланированно и красиво. Но особенности мне понравились корабли. Спасибо большое. С праздником. Мы вынуждены вас прервать. Возвращаемся на кадры прямой трансляции. Адмиралтейская набережная. Возвращаемся к прямой трансляции в Петербурге. Санкт-Петербург. Прямой эфир. Военный оркестр. Пешие колонны. Пешие колонны сейчас проходят по Адмиралтейской набережной. Видите парадные коробки. На самом деле вспоминаются, глядя на кадры военного оркестра, вспоминаются слова из песни. Нам нужны такие корабли на море, чтобы могли с любой волной поспорить. Ну и действительно корабли, которые мы увидели сегодня в Санкт-Петербурге, могут поспорить с любой волной. Военные оркестры. Парадная форма. Обращу внимание, что парадная форма может быть совершенно разных цветов. От белого до темно-синего и черного. Прекрасная форма у наших моряков. Есть некоторые элементы, которые отсылают к истории российского императорского флота. Вот, например, золотые аксельбанты, которые обращают на себя особое внимание. Невероятная атмосфера сейчас в Петербурге. И, несмотря на то, что парад закончился, эмоции переполняют. Ну и снова на ваших экранах военный оркестр. Очень много музыки сегодня, очень много эмоций. Настоящая атмосфера праздника. На ваших экранах участники сегодняшнего парада. Стоит сказать, что если говорить о парадной форме, не офицеров и мичманов, скажем, а курсантов, то, конечно, здесь никуда не обойтись без тельняшек, без воротничков, где неизменные три полоски, они символизируют сражения, которые вписаны в славную историю российского военно-морского флота. Это Гангутская, Чесменская и Синопская. Ну и вот как раз их и символизируют эти три легендарные полоски на воротничках. Ну сейчас снова кадры прямой трансляции. Продолжаем парадные расчеты. Российские флаги, Андреевский флаг развивается на ветру. Парадные расчеты нахимовцев, неизменные участники парадов на Красной площади в Москве, в городах Санкт-Петербурге, Севастополе, Североморске и Владивостоке. Парадным в строю воспитанники Кронштадтского морского военного кадетского корпуса. Командует парадным расчетом капитан 2-го ранга Андрей Крутов. На Адмиралтейской набережной офицеры главного командования военно-морского флота. Командует парадным расчетом капитан 2-го ранга Михаил Коршик. Перед трибунами Сенатской площади проходят слушатели орденов Ленина, Октябрьской революции, Ушакова 1-й степени, Военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза, Кузнецова. Командует парадным расчетом капитан 1-го ранга Павел Просеков. Сегодня высокое качество знаний, полученных в стенах академии, подтверждают выпускники академии. Командиры атомных подводных ракетоносцев, надводных кораблей, командиры береговых и авиационных соединений. Точные ракетные удары по береговым объектам незаконных террористических группировок в Сирийской Арабской Республике не оставляют сомнений в высоком профессионализме офицеров Военно-морского флота. В парадном строю офицеры Объединенного учебного центра Военно-морского флота. Командует подразделением капитан 1-го ранга Евгений Купышев. На Сенатской площади парадный расчет морской военной полиции. Командует подразделением капитан 1-го ранга Александр Еламков. Перед трибунами парадный расчет юнормейцев. Командует отрядом Владимир Кузьмин. Юные патриоты России. Сегодня они в едином флотском строю. Завершает парад сводный оркестр Военно-морского флота. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, капитан 1-го ранга Алексей Карабанов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главный военно-морской парад завершен. Да здравствует военно-морской флот. Надежный страж океанских рубежей Отечества. Ура! Ну что ж, военно-морской парад в Санкт-Петербурге завершен. Парадные расчеты покидают Адмиралтейскую набережную. На ваших экранах военный оркестр. Очень много музыки сегодня нас отдает. Безусловно, очень парадное, торжественное настроение. Но вот снова с высоты птичьего полета в Санкт-Петербург. Акватория Невы. Скоро в места своей дислокации отправятся и корабли, и грозные морские гиганты, которых мы сегодня наблюдали. Они предстали во всей красе. Зрелища совершенно непередаваемая. Более 40 кораблей и подводных лодок. Ну и что касается пеших расчетов, вот вы видите, все выше и выше поднимается камера, все меньше и меньше на ваших экранах эти парадные коробки. В парадном строю и воспитанники Нахимовского военного училища, Кронштадтского морского военного корпуса, офицеры главного командования военно-морского флота, расчет морской военной полиции, юно-армейцев. Клонада Исаакиевского собора снова на ваших экранах. Открывается невероятный открыточный вид на Неву.